Следующие несколько минут в последнем выпуске года мы посвятим итогам в сфере строительства. И поговорить о перспективах этой отрасли в регионе мы позвали Дмитрия Сергеева, сопредседателя регионального штаба ОНФ Кировской области, руководителя строительной организации и председателя правления СРО Объединения Строителей Кировской области. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Дмитрий Валерьевич, как Вы оцениваете состояние строительной отрасли в уходящем году, рост, падение, стагнация, что можете сказать? Ну, наверное, падение прекратилось. Мы сейчас достигли все-таки низшей точки о том, чтобы у нас сейчас начался рост, наверное, говорить преждевременно. То есть это некоторое затишье, которое в дальнейшем должно привести либо к росту, либо уже к совсем печальным событиям на рынке строительства жилья. Ну, о перспективах следующего года мы поговорим чуть позже. Давайте еще немножко резюмируем. Главное достижение в уходящем году в строительной сфере. Что Вы можете сказать в нашем регионе, в городе Кирове, возможно? Ну, это и социальные объекты, которые на сегодняшний момент строятся, инфраструктурные объекты, которые строятся за счет все-таки привлечения федеральных в основном денежных средств. А в области жилищного строительства падение произошло, но оно все-таки не такое катастрофичное, которое некоторые аналитики предрекали. Ну, немножко о проблемах поговорим чуть дальше. Вот прямо сейчас, что касается дольщиков, мы много говорили, вот в этом году снимали материалов о дольщиках из Нового Сергеева, микрорайона. Значит, там несколько десятков человек не получили квартиры, хотя заплатили деньги за жилье и продолжают платить до сих пор. Многие живут на съемном жилье и так далее. А дома тем временем должны были сдать еще в 2016 году. Ну, вот вы в курсе этой ситуации, занимались этой ситуацией. Вот на конец года что мы имеем, что с дольщиками, которые не получили свои квартиры до сих пор? Ну, надо начать с того, что это не единственный объект, который проблематичный. В реестре федеральном 8 объектов, причем не только в городе Кирове, но и в Котельниче-2. В этот реестр еще Нового Сергеева или дольщики Нового Сергеева не попали. Обманутые дольщики они еще не числятся? Они в этот реестр еще пока не числятся. В целом, по этой проблеме надо отметить то, что эта проблема возникает с некоторой периодичностью, когда экономический кризис нагрянул в нашу страну. То есть проблемы 2007-2008 года, проблемы те удалось решить только буквально в этом, в прошлом году. То есть на их решение ушло почти 10 лет. То есть это к тому, что этот вопрос в одномоментно не решится. Какие меры приняты, то есть в законодательном собрании Кировской области прошли и законы, которые направлены на решение этих проблем, они в принципе, наверное, копируют те меры, которые были приняты в прошлом году. То есть это достройка, это предоставление других земельных участков. Сейчас вопрос, наверное, больше к правительству Кировской области реализовать эти нормативные акты в конкретное предложение по каждому объекту. Почему говорю по каждому объекту? Здесь только ручной подход, и в каждом конкретном случае будут свои какие-то приемы, свои меры поддержки. Только так, другого здесь какого-то одного рецепта на все случаи жизни точно нет. Но эти меры могут быть эффективными, да? В следующем году мы уже не слышим об обманутых новых дольщиках. Не знаю, не могу я так твердо утверждать. Почему? Потому что вот эти проблемы, они были заложены раньше, и они выливаются сейчас. Люди об этом говорят, мы это тоже все ощущаем. Поэтому, может быть, и появятся новые, но пути решения есть, их нужно сейчас реализовывать. Если не хватит этих мер поддержки, значит, нужно будет искать другие. Ну и заканчивая этот год, хочу спросить, что с крупными стройками у нас в городе Кирове? Обращаюсь к вам как к члену ОНФ. Вот, допустим, путепровод, космоцентр, когда их закончат, и будет ли финансирование в следующий год? Во всяком случае, отказа в финансировании у нас нет. Что по путепроводу, что по космическому центру. Я, честно говоря, верю, что они будут достроены. Но без веры жить нельзя. Ну, будем надеяться. Сейчас о перспективах строительной отрасли на 2018 год поговорим. Предлагаю посмотреть небольшой материал. Цены на жильё в 2018 году будут снижаться, а ипотека станет доступнее, так считают некоторые аналитики в сфере недвижимости. Связано это с тем, что новых квартир в Кировской области в продаже сейчас достаточно. И по некоторым оценкам уже то, что построено, можно продавать в течение всего следующего года. Исходя из этого, эксперты делают вывод, что цены на квадратный метр нового жилья начнут снижаться. Кроме того, в регионе, опять же, по некоторым оценкам продолжится снижение реальных доходов населения. Поэтому спрос на жильё большим не будет. Что касается ставки по ипотеке, то она может снизиться ещё на полтора процента. В итоге минимальная ставка может достичь шести процентов, что может повысить доступность ипотеки, считают аналитики. – Согласны с такой оценкой? – Ну, не во всём. О том, что цена будет падать, наверное, цена уже всё-таки где-то в районе некоторых объектов себестоимости приближается. И ниже себестоимости никто из застройщиков продавать не будет. Они будут оставлять момент продажи на более поздний период. Да, будут сокращаться объёмы ввода жилья. Если по этому году, я вижу где-то по городу, Кирову, объём жилищно-многоэтажного строительства сократится примерно около 30% в сравнении с предыдущим годом. По области цифра будет чуть поменьше, но тенденция останется. И на следующий год, я думаю, что она сохранится, то есть введённых метров квадратных будет меньше. Об этом и свидетельствует количество выданных разрешений на строительство многоэтажных домов. То есть оно резко упало. То есть застройщики сейчас не работают на перспективу, не готовят новые объекты, не проектируются. А вопрос вхождения, подготовить земельный участок, запроектироваться, это полгода, примерно такой средний срок. То есть даже если начнётся экономический рост, пойдёт улучшение экономической ситуации, появятся новые люди, которые желают купить жильё, то одномоментно этот вопрос не решится, этот вопрос будет растянут во времени. Спасибо большое, что пришли сегодня, ответили на вопросы. Спасибо. Спасибо, с наступающим. С наступающим.